подробно расскажу. А сегодня мы с вами поговорим о том, что нам приготовил ГОСТ 2018 в части библиографических описаний. Но еще раз напомню, коллеги, я в основном веду такой цикл библиографии для небиблиографов, поэтому мы говорим очень просто о самых простых вещах, то, что необходимо в первую очередь для студентов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и так далее. Немножко чисто библиотечные вещи мы затрагивать не будем, связанные с автоматизацией и прочее. Это немножко другая тема для другого вебинара. Сегодня мы пройдемся именно по новому ГОСТу. Подобный вебинар у нас был осенью, но с небольшими дополнениями в конце было много вопросов на эту тему, поэтому проводим его еще раз. Пришла пора прощаться со старым ГОСТом 2003 года, про существа вашим 15 лет. Появились новые объективные причины для этого, и одна из них – это развитие машиночитаемых записей. То есть появилось большое количество документов, описание которых старый ГОСТ не учитывал, ориентируясь в основном на текстовые и печатные. И вторая причина – это необходимость соответствовать требованиям международного стандарта библиографического описания АСБД, утвержденного в 2011 году. И вот на основе этого консолидированного издания АСБД был разработан новый стандарт. С 1 июля 2019 года он уже вступил в силу Российской Федерации, ГОСТ, так называемый ГОСТ 2018. И 11 февраля 2020 года вышел приказ Федерального агентства по техническому регулированию метрологии, о прекращении применения межгосударственного стандарта на территории Российской Федерации, то есть о прекращении, где прямо было сказано о том, что все прекращается применение на территории Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 2003, система стандартов по информации библиотечному издательскому делу, библиографическая запись, описание и общие требования и правила составления. И в силу этого вступает все с 1 июля 2020 года, то есть с 1 июля мы уже начинаем жить, по ГОСТу 2018. На все, 2003 уже уходит. И если в этом году при оформлении студенческих работ еще были допуски по новому ГОСТу, по старому ГОСТу, то теперь уже целиком и полностью переходим на 2018 год. Ну вот поэтому на основных изменениях мы сегодня остановимся, посмотрим, что же нам это все приготовило. Вообще с ГОСТами вот три основных вопроса, которые мы и рассмотрим. Что есть нового, что у нас в основном изменения коснулись структуры библиографического описания, значительные изменения произошли в областях и элементах. Ну вот поэтому мы кратко и пройдемся. Но вообще история с ГОСТами для оформления вебинарных, выпускных, квалификационных работ, дипломных работ достаточно запутана и неопределенно. И много существует вариаций на эту тему, но единого такого ГОСТа, если для оформления магистрских работ и диссертационных авторефератов диссертацию у нас есть отдельный ГОСТ, то вот для ВКР дипломных студенческих работ у нас такого, к сожалению, нет. Поэтому приходится использовать вот это примерно тот список ГОСТов на слайде, которые могут быть использованы при подготовке методических рекомендаций и требований, на основании которых готовятся эти методические рекомендации и требования по оформлению ВКР или дипломных работ, курсовых проектов. Поэтому здесь очень много бывает вопросов и здесь очень много возникает вот таких вот сложностей, камней преткновения. И что касается нашей более близкой, вот по этой теме у нас отдельный вебинар проходит и был отдельный вебинар и в рамках курса мы эту тему тоже более подробно разбираем. Ну вот что близко к нашей теме для оформления списка источников, ссылок при оформлении, что можно и нужно использовать. Вот примерный список ГОСТов, которые так или иначе у нас могут быть задействованы в этом процессе, напрямую или дополнительно. Но вот такого ГОСТа, к сожалению, у нас для наших студенческих работ пока еще нет. И поэтому возникает очень много вопросов, на какой ГОСТ ориентироваться. Вообще возникает часто такое впечатление, что понятие, которое носит название список литературы, список использованной литературы, библиографический список, библиографии и так далее, подпадает и под список источников, под библиографический список и под список ссылок. Как правило, за текстовые ссылки, когда оформляем, у нас вторая часть, основная часть, отсылка у нас остается в тексте, номер в квадратных скобочках, а сама ссылка уходит за пределы текста и образует такой своеобразный свой еще список. И складывается ощущение, что и библиографический список, и список ссылок на вот этот затекстовые, ну это вот, в общем-то, одно и то же. С одной стороны, это список цитируемых, рассматриваемых и упоминаемых в работе документов, а с другой, это все-таки отдельный список, именно библиографический. И существование нескольких действующих ГОСТов, рекомендации которых иногда расходятся друг с другом и не стыкуются, очень часто вносят вот такую путаницу и неразбериху, каким же из них пользуются при составлении. И если посмотреть, то стандарт 2003, а теперь 2018, он мог бы пригодиться и пригождается для составления именно библиографических списков, но в нем указано, что он распространяется на описание документов, которые составляются библиотеками, органами научно-технической информации, центрами государственной библиографии, издателями, другими библиографическими учреждениями, не распространяется на библиографические ссылки. Ну то есть ВУЗ под это определение не подпадает, как библиографирующая организация, очень часто именно поэтому отказываются от этого ГОСТа и стараются перейти на ГОСТ 2008. Но ГОСТ 2008 посвящен правилам и излагает правила составления библиографических ссылок, и в нем, наоборот, указывается, что дается отсылка к ГОСТу 2003 тогда, еще существовавшему, что он не является ГОСТом для формирования библиографических списков. А библиографический список, прикнижный или пристатейный, это список использованных источников литературы, он рассматривается как библиографическое пособие, содержащее библиографические описания используемых или рекомендуемых документов, в том числе рассматриваемых, упоминаемых, цитируемых. То есть это свой отдельный элемент справочно-библиографический, и если он рассматривается как библиографическое пособие, как отдельный такой указатель после работы научной или студенческой, то он должен оформляться по ГОСТу 2018. Либо мы это рассматриваем как список ссылок в конце. И вот таким образом библиографическое описание, составленное по ГОСТу 2018 или 2003, слишком громоздкое, слишком большое для списка литературы, может содержать дополнительные сведения, лишние может быть для студенческой работы, даже если мы опускаем факультативные элементы. А описание по ГОСТу 2008, оно не всегда является достаточно полным для идентификации, поиска документов. Это вот каких-то элементов может не хватать. И поэтому складывается вот такая ситуация, разброд мнений и определение, каким же ГОСТом пользоваться. Но здесь только одно можно взять себе на вооружение. В рекомендациях по оформлению библиографических списков четко понять для себя, как мы его будем рассматривать, как библиографическое пособие, отдельное, тогда мы ориентируемся на ГОСТ 2018, либо это список затекстовых ссылок, которые мы рассматриваем и оформляем по ГОСТу 2008. Но это должно быть как-то обоснованно и в методических рекомендациях отражено, на почему мы пользуемся тем или иным ГОСТом. И очень часто в рекомендациях разных ВУЗов, они отличаются, могут отличаться очень сильно друг от друга, могут использоваться различные промежуточные варианты. И поэтому методические рекомендации могут отличаться очень сильно от ВУЗа к ВУЗу. Но тем не менее, Ольга Владимировна, скачать презентацию коллеги можно, все во вкладке ресурсы есть презентация, есть дополнительные еще ссылки на различные источники, о которых чуть попозже в конце скажу уже. Все можно скачать из папки ресурсов. И еще один момент. Те, кто выбирает ГОСТ 2008, но раз уж мы по нему ссылки оформляем, то чтобы не мучить студентов двумя ГОСТами, мы им дадим один и вот по нему будем жить. То есть, ради бога, конечно, можно и выбрать ГОСТ 2008, но здесь вот какой момент еще наблюдается. Не исключено, что и этот ГОСТ тоже в скором времени будет пересматриваться. Смотрите, какая история. В структуру, в количество названий, в состав областей и состав элементов в ГОСТ 2008 внесены изменения. Даже оформление уже по-другому делается. А ГОСТ 2008, он ориентируется и отсылает на ГОСТ 2003. И многое из того, что было там и применяется в ГОСТе по ссылкам, в 2018 уже нет. Оно по-другому оформляется. И тут нам уже приходится работать с тремя ГОСТами. Все описания в каталогах, картотеках и прочее, они будут уже по ГОСТ 2018, а требования к оформлению ссылок еще ориентируются на ГОСТ 2003. Так что, скорее всего, нам пересмотреть, ориентироваться все-таки на 2018 ГОСТ. И, скорее всего, изменения в ГОСТ по ссылкам тоже будут приниматься. Поэтому мы сегодня про ГОСТ 2018 поговорим, чтобы быть готовыми и к этому. Прикреплена неправильная ссылка, не тот стандарт. А, спасибо, Владимир Алексеевич. Да, возможно, возможно. В конце я еще посмотрю, коллеги, ссылка на приказ. Попробую изменить. Да, возможно, при скачивании ошибка произошла. Коллеги, если у кого-то нет кнопочки, значка, папка, не открывается вкладка ресурсы, не волнуйтесь, в конце я вам оставлю адрес, на который можно написать. Только большая просьба, сейчас в чат не пишите свои адреса, чтобы их потом не собирать, и у нас ошибок не происходило при копировании. Я вам оставлю адрес, на него можно будет написать, и я вам просто перешлю эту презентацию. Да, если нет самого значка ресурсы. А так, из папки ресурсы не по названию кликайте, а по зеленому значку, который слева. И что нового? Ну вот поэтому мы сегодня в ГОСТ 2018 пробежимся по нему. Что нового в ГОСТе? Ну, во-первых, он приобрел значение национального стандарта, впервые от международного, буковка «Р» добавилась у нас название стандарта. Изменилось очень сильно, да, вот страны СНГ, они жили еще по старому ГОСТу, новые уже по всем библиотекам и библиографирующим организациям России действуют с прошлого года, а сейчас уже конкретно с 1 июля. Изменилась внутренняя структура стандарта. Если вы его смотрели, то увидели, да, насколько сильно он отличается от предыдущего своего собрата. Внутри разделов, посвященных областям описания, приведены основные положения ко всем видам ресурсов, специальные положения для отдельных видов ресурсов и исключения из общих правил. Ну, такая вот структура. Если раньше нам, ну, мне кажется, это немножко сложнее стало искать. Если раньше открываешь раздел аналитические описания и все, что касается аналитических описаний, то теперь по областям про все описания приходится про разные виды описания искать по всему ГОСТу. Это не очень удобно, поэтому, скорее всего, ну, вот какой-то навигатор нужен. Такой навигатор в курсе вот слушателям я даю. По электронным ресурсам, по ГОСТу я вот такую подсказочку сделала. Очень удобно. Быстрее искать получается. Ну, и по остальным, наверное, тоже придется делать. В новом ГОСТе впервые применяется определение ко всем видам источников информации на всех видах носителей. Теперь нет слов документ, есть слово ресурс. Выделены, то есть изменения, терминологические ресурсы, добавился электронный ресурс, мультимедийный ресурс и электронный ресурс сетевого распространения. Вот то, что раньше было удаленного доступа. Ну, по привычке еще долго, наверное, будем говорить про удаленный доступ. Выделены виды ресурсов и большое внимание уделено электронным ресурсам. Вот за это большое спасибо. То, чего так не хватало, и даже имея отдельный ГОСТ по электронным ресурсам 2001 года, его все равно не хватает. По ресурсам сетевого распространения там практически информации вообще не было. Там по локальным была, а вот по сетевому распространению практически нет. Здесь это наконец-то появилось. И еще одно важное. Минимизированные сокращения. Если раньше можно было сокращать некоторые сведения, кроме области заглавия, например, сведения об ответственности, то сейчас взят курс на минимизацию сокращений. Но оставлено допущение. Если в источнике сведения приведены в сокращенном виде, приводим их так, как они приведены в источнике. Если надо их раскрыть, то в квадратных скобках раскрываем. И закреплено положение в новом стандарте, что все данные в библиографическом описании приводятся в полной форме. Сокращение допускается, но все-таки так, в редких случаях, по ГОСТу 2004 и 2011. Сокращение слов и фраз на русском и иностранном языках. На ссылки новый ГОСТ не распространяется. Новый ГОСТ делаем, ссылки оформляем по 2008 году, по ГОСТу. И, ну, из хорошего, знаки предписанной пунктуации у нас остались прежними. Здесь ничего не изменилось. И изменения коснулись областей. Основные изменения в ГОСТ-18, они коснулись и областей описания. Да, и еще основные изменения в ГОСТ-18 года. Источником, если раньше был титульный лист, теперь оборот титульного листа тоже считается. Да, ну, и общее обозначение материала заменено на область вида содержания и условий доступа. Сведения, относящиеся к заглаве, теперь пишутся без сокращений. И правило 3 заменено на правило 5. Ну, и области описания, их стало больше ровно на одно, и изменились их названия. Вот те изменения, которые есть старый ГОСТ и новый ГОСТ, я вам здесь на слайде привела. Теперь они называются по-другому. И добавилась нулевая или девятая область, область вида содержания средства доступа, которой раньше не было. Ну, вот пример описания по новому ГОСТу. Вот те области, которые здесь присутствуют. Заглавия и сведения, относящиеся. Сведения об ответственности. Область издания. Область публикации теперь называется производство и распространение. Физической характеристики. И идентификатор ресурса условий доступности. Ну, в общем, такое небольшое простое описание, но уже у нас где-то 5 элементов, 5 областей присутствуют. Для скачивания, да, коллеги, доступная для скачивания презентация немножко будет отличаться от демонстрируемой на экране, потому что сюда я включаю еще элементы из своего курса, поэтому те слайды, которые входят в материал курса, они в общедоступную не включены, но вся основная информация, основная необходимая, она доступная для скачивания, она есть. Просто некоторые примеры, их-то может не быть более подробными. Так, смотрю, во вкладке вопросов у нас здесь появилось достаточно много. Сертификаты попозже, коллеги. Библиографические... Ага, Василий Валентинович, да, принимается, принимается, идентифицировать можно, да. Позволяет, ГОСТ 8 и 18 идентифицировать источник позволяют, согласно, да. Ну, содержание разное, оформление, структура разная, и скорее нужно просто понимать в методических рекомендациях, не забывать указывать, для чего мы его применяем, да. То есть рассматриваем ли мы список источников как список ссылок, либо как отдельное библиографическое пособие. Ну, вот, вот в этом разница. А говорить смогла, не спорю. И по... Прозапитую... Значит, смотрите, коллеги, для составления научных библиографических пособий обязательно включать ИСБН. ИСБН же, да, это обязательный элемент. Значит, смотрите, у нас по видам элементов, если раньше их было два обязательные факультативные, то теперь добавился еще третий условно-обязательные элементы. Ну, стало легче, с одной стороны, это усложнило, с другой стороны, облегчило составление описания. Оно у нас может быть краткое, расширенное и полное. И если раньше с этим возникали вопросы, то теперь стало гораздо легче ориентироваться. Если было обязательно, это необходимо для идентификации документов в любом описании, в кратком, начиная с краткого, да, факультативные, они давали дополнительную характеристику ресурса, ну, такой некий набор элементов, который определялся уже самой библиографирующей организацией, или в нашем случае теми, кто будет разрабатывать методические рекомендации для оформления работ, но для одного массива он должен быть одинаков. То есть нельзя в одном описании в списке источников указать факультативный элемент, а в другом его не указать, в части указать, там, сведения, относящиеся к заглаве, а в другом не указать. И вот впервые появилось определение условно-обязательное. Условно-обязательное – это те, которые необходимы для идентификации ресурса, когда обязательных элементов не хватает. Ну и, соответственно, работа по формированию вида описания, она упростилась. Легче стало выбирать. Полное описание включает в себя все три вида, но в основном оно применяется для государственных, национальных библиотек, такая национальная библиография, база данных государственная, расширенная для специальных случаев, а вот для вузовских, студенческих работ, для оформления ВКР вполне, наверное, можно обойтись и кратким описанием этого вполне будет достаточно. И по... Дальше. По областям. Значит, был вопрос, и СБН надо, не надо указывать. Значит, смотрите, вот перечень обязательных элементов, которые должны быть в кратком описании. Да, мы уже сказали, что краткое описание, оно включает в себя обязательный элемент. Сразу становится плохо. А если мы еще туда факультативно и условно обязательно добавим, станет совсем плохо и ужасно. При составлении рекомендаций, требований к студенческим работам, к оформлению ВКР, это все-таки не книга, это не монография. Поэтому иногда вузы, вузовские библиотеки, факультеты, те, кто составляет, разрабатывает, ответственны за разработку этих требований, некоторые из этих элементов тоже могут сокращать. Но что остается обязательным? Заголовок, заглавие, да, сведения об ответственности, да, сведения об издании входят в состав обязательных, да. Вот этого может не быть, дополнительные сведения об издании. Сведения о масштабе, возможно. Форма это для ресурсов. Место публикации, производства, да. Производители и распространители, да. Дата публикации, да. Сведения об объеме, да. Вот этого может не быть. А вот международный и стандартный номер серии под серией является. И вот он, самое главное. Идентификатор ресурса, международный и стандартный номер. ИСБН, ИССН, ИСМН, они являются обязательным элементом. Поэтому для поиска документа ИСБН приводить надо. Он является обязательным элементом. Даже в кратком описании его стоит добавлять. По условно-обязательным элементам. Вот тоже произошли изменения. Полный перечень здесь есть. И факультативный элемент это то, что можно с чистой совестью совершенно спокойно опускать и не использовать в кратких описаниях. Если у источника нет ИСБН, ну, Ольга Павловна, ну, если нет, значит нет. Что же делать? Если не можем найти, то до 87-го, по-моему, года, если не ошибаюсь, то ли 84-го, то ли 87-го, по-моему, 87-й, ИСБН вообще не ставился. Ну, нет его. Ну, раз нет, значит не ставим. Ну, что же делать? Не будет у нас этой области просто. Чего же делать? Да, ИССН, да. ИССН, ИСБН, ИСМН. И я вам сейчас покажу, какие еще сюда входят элементы. Что-то еще является таким обязательным. До этого элемента дойдем. И область заглавия, сведения об ответственности. Прям по областям пройдемся. Надежда Ивановна, нет, 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 сейчас расскажу. Область заглавия, сведения об ответственности. Что здесь самого главного в этой области? Ну, первое, предписанный источник информации теперь уже официально 100% титул и заменяющий титул, оборот титульного листа. Если раньше, ну, мы этим часто пренебрегали, но в принципе в гости третьим было прописано, что информация с оборота титульного листа, она, вообще вся информация, которая не указана, в предписанном источнике информации, она может быть указана в описании, но браться в квадратные скобки. А вот теперь официально все, что берется с оборота титульного листа, в квадратные скобки не включается. Ну, вот интересно, в прежнем гости тоже, в принципе, так было, но в примерах сведения с оборота всегда брались в квадратные скобки. Ну, вот в 2018 году эту вот оказию устранили. И все остальные сведения, которые мы берем для описания не с титульного листа и не с оборота, они указываются в квадратных скобках. Общее обозначение материала, вот оно, да, то, что у нас было, ресурс электронный, после основного заглавия, сведения, относящихся к заглавию, мы вот это вот ставили, теперь изменилось на область вида содержания условий доступа и ушло вниз в самый конец, стал девятой или нулевой областью. Сведения, относящиеся к заглавию, теперь пишутся без сокращений. Желательно здесь писать все полностью для студентов. Ну, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо, студенты не мучаются с поиском сокращений. То есть сокращать в принципе разрешается, но лучше писать полностью. Ну и отменено правило трех. Вот основные моменты, которые относятся к области заглавия и сведения об ответственности. Информации оборота титульного листа не всегда бывают точны. Да, мы сталкивались с тем, что иногда в годах на титульном листе один год издания указан, а на обороте титульного листа выходных данных издательских указан совершенно другой год издания. Ну, вот такая вот оказия сейчас может происходить. И неточность, она возникает потому, что, если раньше это были корректоры, редакторы в издательствах, то сейчас вот за аннотацию и за составление библиографического описания очень большую часть работы переложили на авторов. Ну, вот поэтому такие вещи могут быть. Про правил трех сейчас скажу. Ольга Павловна, отойдем. Да, сейчас мы его еще и посмотрим, не просто упомянем. И добавлены элементы, ранее входившие в область специфических данных. Вот они добавлены теперь вот в эту область. Например, для стандартов дата введения теперь пишется в сведениях, относящихся к заглавию, через двоеточие. Был вопрос у нас сразу по двоеточиям, надо ли отделять пробелами. Если это знак предписанной пунктуации, вот все знаки предписанной пунктуации, выше была табличка, они все отделяются пробелами с двух сторон. Это сделано для того, чтобы они похожи на грамматические, и чтобы не было путаницы, не было смешений, они отделяются пробелами с двух сторон для того, чтобы понимать, что это библиографический знак, хотя это двоэтучие. Так, и да, ну и вот общее обозначение материала. В квадратных скобочках, помните, мы писали текст, электронный ресурс, вот теперь оно заменено на вот эту большую текст, непосредственно электронный, и пишется в конце. Это условно обязательный элемент, поэтому, Светлана Александровна, в кратком описании, если вы не используете там обязательные элементы, поэтому вот этот условно обязательный к нашему счастью мы можем, если это в рекомендациях прописано, да, в требованиях, то мы можем его опустить, можно не писать. Но это правило, рекомендации должны действовать ко всему списку. Значит, еще что по предписанным источникам информации, но такую сравнительную штучку я вам сделала, сравнительный слайд, да, как это должно было быть раньше, и как это теперь пишем, и область заглавия, сведения об ответственности, значит, сведения к заглавию, сведения об ответственности теперь тоже не сокращаются, прописываем все целиком и полностью, аббревиатуры тоже, ну и вот пример описания, да, если раньше брали все, что в квадратных скобочках, это с оборота титульного листа, теперь пишем просто, просто как оно есть, без, и полностью не сокращаем редактор, и пишем полностью редактор. Вот этого не касается, здесь как были сокращения, это уже другая область, область издания. Здесь все осталось, как и прежде, так как показано. Значит, сведения, относящиеся к заглавию. Если есть другое заглавие, то оно теперь вносится в этот элемент. Пишем без сокращений, и данные о введении, одобрении, различных изменениях для нормативных документов, они вносятся сюда, пишутся через двоеточек, которые отделяются пробелами с двух сторон. Что сюда входит? Вот обозначение, дата введения принятия, сведения о ресурсе, о документе, вместо которого введен или принят, и вид нормативного акта. Все это прописывается через двоеточек, вот пример здесь у нас есть. Вот это все сведения, относящиеся к заглавию. Почему вот это, вид нормативного акта, приводится с заглавной буквы, в отношении федеральных законов это 100%, не спрашивайте, не знаю. Но вот так, вот пишем с большой буквы. Хотя после двоеточек, сведения, относящиеся к заглавию, у нас всегда начинаются с маленькой буквы. А здесь вот с большой, ну вот так вот. Вот очередная загадка нового ГОСТа, но тем не менее. Ну, сказали с большой, значит будем писать с большой. Ладно, что ж поделать. Для, да, ну и вот тоже пример может быть под заголовком, может быть под заглавием и те описания, но это чуть попозже тоже вам покажу этот пример. Вот область, что вместо чего ввелось. Область заглавия и общее обозначение материала. Вот это то, что у нас было раньше, общее обозначение материала. Их было много. В основном мы пользовались вот этими двумя, чаще всего, правда, электроны, ресурсы, текст. То теперь они сокращены, но там целые подразделения. Там целая история, целая эпопея. В ГОСТе, если посмотрите, там очень сложно вот эта запутанная градация, поэтому, слава Богу, что это условно обязательный элемент, который мы можем опустить, чтобы не мучиться самим и не мучить своих студентов и научных руководителей, тем более учителей. Поэтому применять все обязательные элементы. Ольга Владимировна, да, вот, кстати, Ольга Владимировна, вопрос. Для школьников в проектных работах тоже применяем все обязательные элементы. Сократите до самых основных, хотя бы, чтобы не мучить себя и учителей. Сейчас я посмотрю этот у нас список, да, вот, по основным обязательным. Автор за название, сведения об ответственности. Надо посмотреть, да, какие в основном источники идут. Сведения об издании, вот это оставляйте. Место публикации производства, где издана кем, издана дата и сведения об объеме. Если это книга, ну, вот на этом можно, для школьников вот этого вполне, потому что это, ну, внутренняя работа, она нигде публиковаться не будет. Если она будет публиковаться, тогда, конечно, лучше еще и СБН добавить, чтобы по СБН или ССН можно было найти тот источник, которым они пользовались. Если это идет куда-то там на международные какие-то олимпиады и прочее, и там требуется оформление, да, краткое описание давать, ну, может быть, да. Ну, вот этого вот вполне достаточно. Автор заглавия, сведения об издании, где издано, кем издана дата и какой по объему. Все, вот это прям по минимуму. Все-все-все, не надо. Не мучайте просто ни себя, ни бедных школьников, ни учителя, которым это все проверяет. Вот. Ну, и в сведениях об ответственности тоже очень-очень-очень осторожно. По, да, вот это вот прям отдельная, отдельная песня, но вот этого мы уже после сведения, после заглавия, вот сюда, в начале мы не пишем. Про сведения об ответственности, правила трех. Вместо него теперь есть правила пяти. Если у нас раньше, помните, как было, если от количества авторов в сведениях об ответственности мы теперь указываем все сведения обо всех лицах, организациях, указанных в источнике и особенно авторы. Сокращение количества приводимых сведений допускается. Имена первых трех и ДР, если больше пяти. И для организации, первая организация и ДР, сокращение в квадратных скобочках. Отменено правило трех. В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и организациях, которые указаны в источнике. Значит, вот по сравнению. Опять же, сравнительную вот эту штучку показываю. Если кому-то нужно, лучше скриншот отсюда сделайте. Это прямо вот из курса, из модуля по разбору ГОСТов я его вытащила сегодня для вас, чтобы показать. Как было раньше. Если авторов 1, 2, 3, мы приводим всех. Здесь осталось без изменений. Книга 1, 2, 3 авторов. Если раньше было у нас авторов 4 и более, то мы приводили имя первого и сокращение там и ДР. Иногда сейчас приводят всех четырех авторов. Если авторов 5 и более, здесь было все то же самое, то вот здесь приводится имя первых трех авторов и потом уже идет сокращение и ДР. В основном для вот этих позиций внесено изменение. Но мне как вечно четвертому автору, в общем-то, вот это больше нравится. Наконец-то фамилия стала звучать. Ну вот так. Если раньше можно было сократить до первого автора, а здесь мы приводили правила трех, первые три и все, то теперь вот такое вот правило принято. Приводим первых четырех, увеличили и дальше. И следующий момент. Да, ну вот примеры описаний 2003 год и 2018. Например, если вот у нас четыре автора, да, все четыре, а вот если будет идти вот так, это значит больше пяти авторов, коллектив. Тогда уже добавляются первые три и добавляются и другие. Вот здесь уже, да, здесь сокращение остается, здесь сокращать можно. Вот оно, обозначение то, что у нас стояло, обозначение материала было у нас вот здесь после сведений, относящихся к заглаве, да, то теперь оно переместилось в конец, стало условно обязательным, поэтому мы его можем не указывать, если это не прописано в требованиях. Первое идет в авторский знак по алфавиту Елены Анатольевны. Коллеги, без ссору, без спору Елена Анатольевна и Наталья Александровна. Авторский знак. Авторский знак, это источнику присваивается по первым буквам фамилии первого автора по алфавиту. Если это, где у нас там, а, более четырех и пяти авторов, да, там, да, там по названию, по заглавию, по заглавию идет. Это если до четырех вот сейчас авторов, да, если пять и более, то по заглавию. Ориентируйтесь, как присваивать авторский знак, ориентируйтесь, как мы описываем этот источник. Если он идет у нас под заголовком, да, мы пишем фамилию автора, основное заглавие, а потом за косой чертой мы уже указываем всех авторов этого авторского коллектива, например, да. То тогда, да, если мы его описываем под заглавием, то тогда уже по первым буквам заглавия, по таблицам Хавкиной. Так, и область, 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 таблицам Хавкиной. Да, да, таблицы Хавкиной, кстати, хорошая вещь. Очень много сейчас онлайновых появилось ресурсов, где очень быстро можно подобрать авторский знак. Такие генераторы таблиц авторских знаков можно посмотреть, можно найти. И сведения, относящиеся, сведения об ответственности. При наличии информации о трех и более организациях, если мы их там указываем, то приводят наименование первой и сокращение и другие для остальных. То есть можно первое, можно всех не указывать. При наличии информации о других авторах, редакторы, кто там, у нас еще может быть иллюстраторы, переводчики и прочее. Кроме авторов, если они выполняют одну и ту же функцию, то несколько редакторов, то приводят с первой. И и дыры, остальные туда. Область изданий. Область издания у нас осталась без изменений. То есть вот как мы приводили, ровно так, как приведено в самом на титульном листе сведения. Второе издание или издание второе, вот как написано, ровно так мы это и переносим в наше описание. Но вместо слов издания могут быть еще и вот такие использоваться варианты. Версия, вариант, редакция, репринты и другие. Новая редакция, дополнительный вариант, пересмотренная версия. 25-е издание, не шутка, 25-е издание учебника в грамматике, по-моему, русского языка было. Там с 60-х или 70-х годов. Ну вот, да, вот так вот. Вот это можно использовать. Но правила здесь не изменились, все осталось ровно так же. Но это обязательный элемент, поэтому если у нас указано издание третье, издание 25-е, в описании лучше это указывать. Потом меньше возникает проблем, в том числе и межличностного характера на выяснение отношений. А я смотрела эту книгу, вы дали неверную ссылку. Там этой таблицы нет. Ну как же нет, я же смотрел. Смотрели разные версии, разные издания. Поэтому вот так. Специфическая область материала или вида ресурса добавлена. Добавлено сюда. Название области изменено немножко. И из объектов области исключены электронные ресурсы и отдельные виды нормативных технических документов. Патенты, стандарты и прочее. Вот эти специфические элементы, которые раньше относились к этой области, в том числе для электронных ресурсов, они сейчас по другим областям и элементам размазаны. В основном это ушло в области сведения, относящиеся к заглавию. В область заглавия и сведения об ответственности. И специфическую область материала или вида ресурса используют только для нотных, сериальных, картографических изданий. Область публикации, производства и распространения. Здесь, в принципе, все осталось. Изменений сильных у нас таких нет. Кроме названия области выходных данных. Ну и сведения об издателе могут быть опущены для сайтов, для журналов, для газет. Там без издателя мы не приводим. То же самое для неопубликованных ресурсов. То есть это можно опускать. Область физической характеристики тоже осталась без изменений. Также страницы мы указываем, как и было. А вот область серии многочастного монографического ресурса. Вот обязательные элементы, которые здесь необходимо указывать. Это то, что касается серии, которую мы после страниц указываем. Вот это вот обязательные элементы, которые нужно указывать. Да, область издания – это обязательный элемент. Школьникам Елизавета Алексеевна лучше, чтобы указывали, если без разницы. Область издания лучше оставить, потому что он может смотреть третье издание. А вы захотите проверить эту ссылку, откроете книгу по автору, названию совпадет. Открыли, а это четвертое издание или пятое издание. А страницы уже другие или этой таблицы нет, и будут возникать неприятные моменты. Поэтому лучше указывать. Да, часто бывает. Очень часто. Очень часто бывает. Поэтому лучше конкретно указывать точно. Область примечания. В области примечания для электронных ресурсов и патентов. Это обязательная область. Очень обязательно. Принципиальные изменения, которые у нас появились. В обязательности области для электронных ресурсов и патентов. Они прямо так и выделены. Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательно примечания об электронном адресе ресурса и дате обращения. Примечания о режиме доступа являются сейчас условно обязательным. Можно приводить, можно нет. Вот то, что мы раньше писали словами режим доступа, двоеточие. Причем оно здесь пробелом только с одной стороны отделяется. И дальше пошел адрес, дата обращения и так далее. Ну и условия. Если условия доступа. Если необходима регистрация, если необходимы платные ресурсы или еще что-то, доступ только по подписке, только для читателей и так далее. То это обязательно нужно, желательно бы приводить. Ну вот теперь разделили вот этот режим доступа на две части. Сведения об электронном адресе ресурса. Это одна часть. А собственно, то, что теперь пишется вместо режима доступа, пишем слова URL. Да, электронный адрес ресурсов сети интернет. Вот такую-то аббревиатуру. И после электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к этому ресурсу. Число, месяц, год. Вот формат записи. Для публикации в электронных журналах. Для публикации в электронных журналах есть маленькое такое исключение. Если это электронный журнал, то возможно вот такая запись. Да, не дата обращения, а дата публикации. Если есть дата публикации, можно указывать ее, но только вот такой вот. В таком вот виде, через точку тире. Тире, напоминаю, отделяется пробелами с двух сторон. Но точка тире является одним знаком. Китайская грамота. Без скобок, после электронного ресурса. Вот таким вот образом записываем. Вместо термина ресурс удаленного доступа, еще раз, коллеги, введен термин электронный ресурс сетевого распространения. И элемент режим доступа разделен на две части. Адрес доступа и режим доступа, название сети, право, характер доступа, свободный, прямой, с ограничениями и прочее. Но, как правило, если свободный, мы ничего не пишем, просто опускаем этот элемент. А вот если есть какие-то ограничения, может быть, это имеет смысл указывать. Но, опять же, это условно-обязательный элемент, мы его можем тоже опустить. И по электронным ресурсам хорошо, что у нас добавилось большое количество. После URL не надо пробел перед двоеточим. Нет, Наталья Валентиновна, вот здесь, опять не спрашивайте, почему, но вот так. Вот единственное исключение, когда это библиографический знак, но мы не ставим пробел, не отделяем пробел после аббревиатуры электронного адреса. Он привязан, вот это единственный знак, который привязывается. Здесь пробел только вот здесь у нас, перед названием адреса. Запись будет обязательно, запись обязательно будет выложена на YouTube. И, коллеги, наверное, я сделаю еще такую тематическую подборку разных вещей по библиографии. И туда эту запись тоже выложу, на сайт можно будет посмотреть. Текст электронный, тут надо опустим. Тут мы просто кусочек рассматриваем из описания. Если у нас будет стоять, что к этой статье текст электронный, то допишем в требованиях. Если не стоит и в образцах нет, как условно-обязательный элемент, мы его можем опустить. Опустить. И область идентификатора ресурсов и условий доступности. Вот они. Это обязательный элемент, поэтому мы его указываем. И вот они, какие они могут быть. И СБН, и ССН, и СМН для аннотных изданий. До и для статей. Это может быть и номер государственной регистрации, например, какого-то патента или авторское право. Номер обозначений, присвоенный, например, производителям ресурса. Какой-то производственный номер, номер на этикетке, название. Вот это все входит сюда. Поэтому его указываем. По СБН был у нас тоже вопрос. Видела. Так, если у источника нет СБН, писать ССН в серии, если имеется еще и СБН, если в книге имеются эти два элемента. Елена Вячеславовна, во-первых, смотрите, у вас какое издание. Надо сам источник посмотреть, что мы туда будем включать в это описание. Вообще, коллеги, очень тяжело не видеть. Почему всегда говорят, покажите мне источник, мы по нему сориентируемся. Хотя бы титул, оборот титульного листа. СБН указываете. ССН для сериальных изданий, это для средств массовой информации, для журналов, сборники. Иногда получают или СБН, или ССН, если они периодически издаются. Вот тогда мы приводим и ССН. Это в основном для журналов. СБН, ну и сериальные, если серия идет. Лучше СБН, более обширные. Там тоже есть по многотомникам, а если несколько номеров, там очень много нюансов. Это мы в курсе, уже более подробно рассматриваем эти моменты. Если описывается статья без ДОИ, надо ли указывать СБН? Там будет скорее не СБН, будет и ССН, если это периодическое издание. Если это журнал или какой-то сборник. Если есть СБН, если это статья из книги, тогда аналитическое описание, это уже идет как книга, как монография. Вот это тогда лучше указать в конце. Если нет ДОИ на саму статью. А если есть ДОИ, то тогда ставим ДОИ. Ну вот, пожалуйста, вот статья из ССН приводится на электронный текст, электронная, электронная статья в электронном издании. А вот у нас статья с ДОИ. Вот мы его привели. Но это не значит, что уровень мы не указываем, адрес, где размещена статья. Мы это указываем. Но приводим еще и номер ДОИ. По ДОИ легче находить. Адрес может измениться. А вот эти вот номера, кстати, ССН, СБН, ДОИ, они помогают в поиске информации. Адрес может измениться. Особенно у электронных ресурсов. И меняются они очень часто. И по адресу, зайдя через какое-то время, вы можете не обнаружить там нужного документа. И получается, что вы дали ссылку некорректно. По номеру найти гораздо легче, гораздо проще. Либо само издание. Вот это вот не для статьи, это для издания. А очень хорошо по номеру ДОИ прямо текст самой статьи. Вне зависимости от ее размещения. СБН. Татьяна Васильевна, да. Да, надо. В списке литературы СБН ДОИ указываем. Ну и последние наши вот эти страшные вещи. Область видосодержания и средства доступа. Новая область, которая появилась в международном стандарте впервые с момента создания структуры библиографического описания. Это самая сложная и, наверное, самая спорная новация, по которой еще мироскопья будут ломать. Она получила название нулевой области, ну, фактически девятой. Ну, чтобы не разрушать уже сложившуюся традицию нумерации областей, ее вот в конец убрали. Она содержит сведения о природе информации, которая есть в ресурсе, и средствах, которые обеспечивают доступ к нему. Средства доступа – это условно обязательный элемент, обязательно не является, отделяется знаком двоеточия с пробелами. Вот это вот наш текст, а потом непосредственный. Вот эти вот, да, где он у нас тут, сейчас пойдем. Да, вот оно было, да, вот это вот, непосредственный, аудио, ой, там долго всего. Аудио, не аудио, текст может быть разный, да, вот это вот условно обязательный элемент. Ну, и вообще вся вот эта вот область, вида содержания средства доступа, она условно обязательна, поэтому можно вот так вот оставлять, обходиться без нее. Но вот здесь, смотрите, еще такая маленькая вещь. Она указывается, хоть она является последней, она указывается в конце, да, вот здесь мы указывали. Вот это у нас ссылка не на статью, вот это у нас ссылка на журнал, на сам журнал, да, а вот это уже ссылка на статью. Если мы указываем на журнал, то у нас идет SSN, это номер самого издания, чтобы журнал можно было найти, и вот в каком виде этот журнал выходит. А вот это документ, и оно встает вот сюда, не в конце, потому что это статья и относится к статье. И текст электронный, это тоже информация, которая относится к статье. Но вот это мы можем опускать, потому что это условно обязательный элемент. И здесь, да, здесь тоже целая градация, как чего записывать. Ну, вот на курсе мы такую штуку делали со студентами, как разные вот эти варианты изображения, где писать изображение, где писать изображение текста, видео, аудио, а звук это, к аудиокниге относятся или не относятся. То есть мы вот такую табличку начали компоновать, но она у нас там вот есть, для того, чтобы полегче было в этом ориентироваться. И немножко про нормативные законодательные ресурсы. Можно описывать под заглавием или под заголовком, хотя запрета нет. Законы мы очень часто под заглавием описываем. В старом стандарте было два вида описаний, можно было или так, или так, но выбрать какой-то один из способов и его использовать по всему списку. А вот в новом примеры приведены под заголовком. Это более удобно для поиска, а вот для списков источников решение все-таки можно принимать самим. То есть нет четкого запрета под заголовком или под заглавием. И так, и так можно приводить, видимо, в списках источников. Запрет, по крайней мере, в новом госте нет. Но все примеры, имейте в виду, что они идут в основном вот так вот, под заголовком. Сначала Российская Федерация законы, а потом уже пошло федеральное и прочее. Но здесь надо исходить еще из того, какая структура принята для списка источников в самой ВКР или в курсовой дипломе, в курсовой работе, в дипломном проекте, там, проект какой-то, как мы указываем эти законы. Ну, вот таким вот образом, да, для поиска это может быть и удобно. Для нас, может быть, не всегда. Ну, вот, коллеги, мы подошли, уже так добрались до конца сегодняшней встречи. Последние дополнительные ресурсы для поиска стандартов, законов, ГОСТов и прочего. Все, что необходимо, я вам выложила отдельно ссылками в наши ресурсы. И вот здесь на слайде они есть, но, по-моему, в скачиваемой версии их нет, поэтому я их вам сейчас в чат продублирую, пока посмотрю вопросы. А в чат я вот эти ссылочки, которые на слайде, вам еще раз продублирую, можно забирать. Там очень много полезной информации, особенно последние стандарты для библиотекарей, очень много интересных вещей, на которые можно обратить внимание. Так, посмотрю сейчас по вопросам, что у нас. И займемся выдачей сертификатов. Так, Валентина Викторовна, по сертификатам сейчас как раз буду рассказывать, как их скачать, где получить. Насколько нужен с практической точки зрения, хотим оформить материалы в конференции по АПА. А, Максим Леонидович, насколько нужен с практической точки зрения ГОСТ-18, допустим, если мы хотим оформить библиографические списки материалов в конференции по АПА, референсы, стайл, плюсы для нас очевидны, какие минусы, если это не ГОСТ-2008. Никаких это разные совершенно стили оформления. Вы говорите о международном стиле оформления для референсы. С их 8 самых популярных, на самом деле, еще больше существует. Поэтому для сборников материалов конференции вы можете выбирать оформление списков источников по IPA, MLA, Гарвард, Турабиан. Насколько это обосновано, тот или иной стиль. И, ради бога, конечно, внутри для референсы, да. А вот для русскоязычной части статей, там, скорее всего, будет у вас 2008 ГОСТ. Все-таки, да. Не 18-е. А вот описание самого сборника для каталогов, картотек наших библиотек вы будете делать уже по 18-му ГОСТу. Или вам будут делать по 18-му ГОСТу, если он будет издаваться у нас, для книгоиздательской вещи. Вот здесь уже 2018-го такая вот история запутанная. Ну и потом 18-е практическое значение приобретет, когда ГОСТ по ссылкам будет ориентироваться не на 2003-й, а на 18-й. Вот тогда вот это вот все, оно всплывет и понадобится. Допускается ли, Марина Владимировна, допускается ли применение ГОСТ 17-й отчета научно-исследовательской работы для оформления ВКР курсовой? Да, конечно. Но это должно быть отражено. Там же много ГОСТов, помните, мы смотрели. Это должно быть отражено в методических рекомендациях и в требованиях. И обосновано почему. Может быть, в технических вузах, если какая-то специфика деятельности по направлению подготовки, вот там это требуется, много чертежей. Иногда ВКР – это какой-то проект, который в чертежах существует и в каких-то пояснительных записках. Конечно, он будет оформляться по-другому. Но если там приводятся списки источников, то они будут опираться на один из этих ГОСТов 18-й или 8-й, да, и там, и там. Ага, так, Василий Валентинович, да. Для составления научных библиографических пособий обязательно СБН. Обязательно ли отделять двоеточие пробелом до и после? Да. Инициалы от фамилии автора в обязательном порядке для списков источников не всегда. Хотя для машиночитаемых каталогов отделяют, но для того, чтобы, особенно если идут вьетнамско-китайские имена, понять, где там фамилию, где имя, вот как принято отделять запятой. В списках иногда, в ссылках опускают этот момент, но, опять же, должно быть единообразно ко всему списку или ко всем ссылкам в работе. Носительные сокращения в области ответственности со временем меняются. Ага. Сокращения в области ответственности названия организаций все время меняются. Имеет ли смысл расписывать общеобразовательное? Раньше все время эти аббревиатуры сокращались. Елена Вячеславовна, значит, смотрите, как написано в источнике. Как написано на титульном листе, на обороте. Приведено сокращение. Сокращайте. Приводим так же, как и в источнике. Если нет, СБН не указываем. Где же до и мы нашли? Правила трех посмотрели. Где точность издания года? Любовь Владимировна, большой вопрос. Иногда приходится устраивать разыскные мероприятия по всему источнику, смотреть на титульный лист, на оборот титульного листа, но все-таки больше по титульному листу, потому что на обороте, если учесть, что очень часто авторы сами пишут описание, составляют вот эти выходные данные и составляют аннотацию на свою книгу, сейчас очень часто это пошло, то в редакции это могут недостаточно внимательно проверить, ошибка может закраситься. Смотрите еще по типографии. В самом конце издания, когда был сдан в типографию, если был сдан в 2017 году, то выходных данных в 2016, но никак не может стоять. Да, что она была издана в 2016 году. То есть приходится уже вот так немножко искать информацию. Смысл. Так, про СССР поговорили. Ставить запятые после фамилии в списке литературы иногда пускают. Про сокращение книги старых лет изданий М или все-таки Москва, как должны писать в оригинале. Значит, смотрите, Владимир Алексеевич, пишем, как в оригинале М сокращали, про сокращение книги старых лет изданий сокращалось место издания М. Точка, двоеточие и пошло. Вот это скорее с оборота титульного листа. С оборота титульного листа мы берем не сами выходные данные, мы берем информацию, которая находится на обороте титульного листа. Дополнительный ряд коллеги, авторы глав и прочее. Название организаций, СБН, СССР. А все-таки пишем Москва. Сейчас убрали вот это вот М. Хотя, если вы оформляете список источников по ГУС-2008, там еще и сокращения остались. Но все-таки идет в сторону. Принято полностью писать название городов. Уже таких сокращений нет. Пишем полностью. Сокращение в области издания. Сокращение в области издания. Да, осталось. Можно. В магистрских диссертациях должны оформляться списки по ГОСТ-11 для диссертации или авторефератов, или по ГОСТ-18. Для магистрских диссертаций, авторефератов и диссертационных исследований, кандидатских и докторских, и авторефератов, для них действует ГОСТ-2011. То есть вам в первую очередь ориентироваться на него. Зачем такая избыточность ДОИ и электронный адрес? Зачем повторять ЕРЛ, если есть ДОИ? Ну, Максим Леонидович постепенно уходит от этого. Какие санкции, если в российском сборнике литературы будет оформлена по EPA? МЛА, но с соблюдением одного стиля для всего сборника. Да никаких, Максим Леонидович. Это, значит, смотрите, если это международные стили оформления, они применяются для оформления референсис в наших сборниках, если их посмотреть. Но там две части идут. Одна часть оформления на русском языке списка ссылок, вот эти затекстовые ссылки, список источников. А потом идет референсис по одному из международных стилей. Вот это важно соблюсти, чтобы было и то, и другое. Какие санкции? Санкции очень простые. Вы можете не попасть в реферативную базу, тот же ВОЗ, КОПУС или прочие международные базы. Реферативные. И просто это может быть не соблюдение стандартов и требований. Просто журнал могут либо не включить туда, либо его оттуда вообще выключить, выкинуть, как мусорный. Поэтому здесь смотрите, если сборник предполагается где-то размещать в Ринце, в СКОПУСе, в ВОЗе, смотрите требования к издателям, к изданиям. Там это все прописано. В каком виде? И там прописано, что есть русскоязычная часть. Для наших изданий, которые хотят вступать. И есть референсис. И вот это вот санкции исключат. Текст для статьи, одну и ту же статью можно поддержать и в оригинале, в бумажном варианте, в электронном. Это разные тексты. А, хороший вопрос, Владимир Алексеевич. Текст может существовать и в электронном виде, и в бумажном виде. Я вам этого не говорила. Но очень часто делается такая хитрая вещь. Догадались, какая, да? Нет? У вас очень много электронных ресурсов указано в вашей работе, а вот печатных статей у вас не хватает. У нас статья существует и в том, и в другом виде. Какую мы будем указывать в этом случае? Ну, вот так. Это два разных текста. И есть, вообще-то, есть такое описание. Печатный текст, имеющий электронную версию. Он посложнее. Мы там указываем данные в одном описании и на печатную версию, и кусочек на электронную версию. Мы говорим, что он существует и в таком, и в таком виде. Но иногда студент, которым не хватает печатных работ. И очень много электронных ресурсов. Вторую часть. Поэтому, да, ну, такая хитрость здесь существует. Как правильно оформить ДУИ? Надо ли ставить двоеточие после аббревиатуры ДУИ? Да. По правилам оформления Василий Валентинович ставится ДУИ, да, а потом нет, нет, нет. Вот вы привели пример, прям адрес на без HTTP ДУИ, это вот сам номер, без всяких HTTP DOI.org, это адрес ресурса, где вы получили этот номер. Есть вот это HTTPS DOI.org, где, введя, где можно найти вот этот вот номер, да, по номеру можно найти статью для поиска. список магистрской работы нужно по ГОСТу 18. Для магистрской работы смотрите требования к вашей магистрской работе, там будет написано. Обычно они оформляются так же, как диссертации по 11 ГОСТу, который такой микс 8 и 3, но теперь уже переходит в сторону 18. Можно ли полностью писать вместе издание Москва? Лучше полностью, все полностью. С форматом Росмарк и форматом БИПТЭК. Елена Михайловна, пока трудно. Пока трудно. Если я встречала DOI не только в статьях, но и в книгах, да, можно, может быть, указывать. Во-первых, проверьте сначала это по номеру на сайте DOI.org, точно ли это тот текст, в сборниках, может быть, когда отдельные статьи берутся, которые имеют номер DOI, там в монографии включается, она отдельно опубликована, идет статьей, то это может быть, может быть, зачем автор на русском, половина источников на английском. А, нет, Максим Леонидович. Статья может быть написана на русском языке и неважно, входят ли источники иностранные на английском или немецком или китайском. Цитировал ли он русскоязычные источники. Статья пишется на русском языке, но если это издание реферируется в международных базах данных, Google Scholar захочет EPA, Library, GOST18, они захотят и то и другое. Смотря в какой базе данных вы будете свое издание заявлять и реферировать, то в правилах оформления статей составляется два списка. Первый пишется на русском языке список использованных источников и иностранные источники туда вставляются на языки оригинала. Но по нашим правилам чаще всего это ГОС-2008. А вот референсис составляется на том стиле международном, который принят в этом издании. Либо это Гарвард, либо это EPA, либо MLA, тот, который присущ этому изданию. И то, и другое оно присутствует. Причем не просто переводом, а транслитерацией. Там целая история. Презентацию да, коллеги, презентацию пришлем. Оформляется по биографической запись. Когда есть печатный источник, электронная версия. Разбираем. Елена Петровна сегодня уже не успеем. Коллеги, сейчас особенный ГОС 2011 это МИКС 3 и 8. Слово издательства вузовском издательстве Ольга Викторовна не имеет собственного названия. Если не имеет собственного названия, пишется издательство Омского университета, издательство Кубанского политехнического университета. В этом случае да, потому что это нужно указывать, что это ВУЗ издавал в сведениях об ответственности названия можно опускать первичные сведения об ответственности приводим, остальное можно опускать. Последующие особенно для школьных например не мучить их не надо можно опустить коллеги так сделать еще вебинары ориентируясь на вопросы слушателей вот я тоже думаю об этом Надежда Валентина хорошая подсказка за большое спасибо за идею хотим что-то может остаться сразу приношу извинения за рамками сегодняшней встречи иначе мы просто второй вебинар сейчас уже вторую часть поведем значит коллеги по вопросам если вдруг на какие-то вопросы а у нас остались еще вопросы я понимаю что они будут сейчас еще появляться и появляться и это здорово и это хорошо и это правильно я бы сидела с вами еще целый день но увы у нас график вебинаров не позволяет это сделать плесбесплатный а Алсу Ахимовна посмотрим значит смотрите коллеги полезная информация я сейчас вам закину еще парочку полезных полезных вещей ссылочек да давайте лучше встретимся еще раз значит мы сейчас все устанем значит я отойду буквально на пару минут сделаю вам сертификаты и потом их вам выдам и ссылку на них размещу чтобы долго не ждать значит адрес моей электронной почты коллеги у кого не получилось скачать презентацию материалы ссылки не вышло пишите на почту я вам ответным письмом перешлю если возникнут какие-то вопросы по получению сертификатов тоже туда же и огромная большая просьба вот этот адрес моей почты пожалуйста заберите себе и напишите те вопросы которые у вас возникли огромная прям просьба к участникам кто сегодня задавал вопросы если вдруг мы на них в течение вебинара не ответили потому что чат убегает уже у нас смешение произошло что-то в одной вкладке что-то в другой напишите вопрос обязательно на почту по поводу вебинара ответов на вопросы подумаем когда его сделать но по крайней мере хотя бы может быть даже и письменным подумаем формат как как ответить на вопросы и еще вот еще раз вам эти две ссылочки скину моя электронная почта своя электронная почта и страничка онлайн курса библиографии для небиблиографов там есть такая форма заявки вы можете те кому это интересно можете оставить как бы свою заявку это еще ничего оплачивать не надо просто как бы заявка на участие что хотел бы все кому это интересно с этим поработать и там есть такая такой формат задать вопрос автору вебинара напишите туда свой вопрос они тоже придут мне на почту и мы обязательно это учтем и при формировании программы и при разработке учебного материала и при формировании программы дальнейших вебинаров потому что ну хотел то что есть вопросы на которые вот так вот слету сразу не скажешь нужно посмотреть и разобраться а это естественно требует времени и хотелось бы подготовиться чтобы вы получили более качественную информацию а не вот так вот сходу чего-то по-быстрому поэтому коллеги вот большая просьба написать это очень важно на самом деле чтобы мне давать то что нужно вам и закрывать какие-то потребности коллеги всем большое спасибо за сегодняшнее участие за активность работы столько вопросов честно говоря мне это очень радует хотя не на все сразу могу ответить поэтому немножко огорчаюсь всем хорошего настроения крепкого здоровья берегите себя приходите на наши вебинары сегодня у нас вот скоро начнется следующий в два часа очень интересный и ближайшие у нас тоже обещают быть очень насыщенными и интересными 4 числа про удаленный дистанционный формат защиты ВКР всем кто связан с ВКР дипломами и прочим очень рекомендую прийти очень полезный вебинар но все дипломами очень полезный и дипломами рамках по рамках Продолжение следует...